Доброе утро! У меня к вам есть вопрос. В мире наблюдается массовая миграция населения из закрытых мусульманских стран в Западную Европу и Соединенные Штаты. Я знаю, что вы раньше работали в мусульманских странах. Какой, на ваш взгляд, самый лучший способ делиться своей верой с теми, кто родом из мусульманской среды? Когда мы делимся своей верой с мусульманами, что мне, кстати, приносит истинную радость, я просто люблю разговаривать с мусульманами. Думаю, самое главное — сфокусироваться на Иисусе из Назарета, на его личности и его заявлениях. Не критикуйте Мухаммеда. Не настраивайте их против себя, атакуя их пророка. Я бы даже не придирался к Корану и ошибкам в Коране в сравнении с Библией. Сфокусируйтесь на Иисусе. Знаете, Павел говорит, что Иисус — камень преткновения как для евреев, так и для язычников. То же самое касается и мусульман. Именно то, кем был Иисус, и то, что он заявлял, и разделяет фундаментально ислам от христианства. И здесь все доказательства полностью на стороне христианства. Один единственный неоспоримый факт об Иисусе из Назарета, который признается каждым ученым-историкам, это то, что Иисус умер посредством распятия на кресте от рук римлян. Но тем не менее, это один единственный исторический факт об Иисусе, который Коран отрицает. Мусульмане не верят, что Иисус был распят. В Коране сказано, они не убили его и не распяли, а это только показалось им. Таким образом, это делает Коран исторически несостоятельным. По моему опыту, когда делишься своей верой с мусульманином, это очень сильно похоже на то, когда делишься верой со свидетелем Иеговы. Ведь используешь те же стихи и те же отрывки, так как свидетель Иеговы также отвергает то, что Иисус являлся Сыном Божьим, и отрицает божественность Христа. Поэтому со свидетелем Иеговы мы делимся теми же стихами и отрывками, указывающими на заявления Иисуса, в которых Он ставил Себя на место Бога. Более того, мы имеем доказательства распятия и воскресения. И я думаю, что это составляет очень и очень убедительную почву для того, чтобы считать христианский взгляд на Иисуса правдивым, в отличие от мусульманского взгляда. Такой подход наводит фокус именно туда, где он должен быть, на самого Иисуса.